Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Принимала ли святое крещение Богородица? Этот вопрос может возникнуть у тех, кто наслушался западных католических мариологических соображений. Там есть даже догмат о непорочном зачатии Девы Марии, что, конечно же, православному учению не соответствует. Из-за особого благоговения к Царице Небесной, к Мадонне, они извратили учение Церкви о ней, предположив, что самое ее появление на свет было чуждо обычному пути человеческого зачатия. Мы знаем из Священного Писания, что родилась она от престарелых родителей. В этом явилась особая Божья благодать, уже вполне бесстрастно, но, тем не менее, по человеческому естеству обычно произошло зачатие и рождение. Честнейший Херувим, славнейший Бессравнений, Серафим. Так вот, выделение ее из числа людей, на которых первородный грех продолжает действовать, не увеличивается, но уменьшается ее слава. Ибо таким образом, каким-то неведомым, мистическим, предполагается, что она искуплена от этого первородного греха, от поврежденности грехом и подверженности смерти, еще при своем зачатии, которое так же, как и зачатие Господа Иисуса, самой Пречистой Девой, было сверхъестественно и вовсе чуждо человеческим стихиям, человеческим свойствам человеческой поврежденной природы. Но это не так. Если бы каким-то ему ведомым образом Бог пожелал бы или мог бы кого-то при рождении, помимо самого себя, Господа, явить нетленным, бессмертным, то почему бы не распространить этот способ и на все человечество, и зачем тогда нужен Спаситель? Терковь отвергает это учение о непорочном зачатии, хотя и исповедует совершеннейшей из рожденных в роде человеческом отраслью Деву Марию, происшедшей от Иакима и Анны божественным смотрением, божественным промышлением, но тем не менее, хоть и от престарелых родителей, но по плоти, естественно, при близости супругов, при беременности Анны, при девятимесячном вынашивании и последующем рождении. Дева Мария, несомненно, как и все человечество, нуждалась в Богом установленном крещении, что и, несомненно, совершило или над ней было совершено. Нет об этом прямых свидетельств. Кто сам ли Господь или кто-то из его учеников апостолов, может быть, возлюбленный ученик его Иоанн Богослов, которому была вверена Дева Мария, в лице которого самая церковь усыновляется при чистой Деве словами Господа на кресте «Чадо се мати твоя, сыни се мати твоя». А Матери Божией вверяется попечении о всей церкви, начиная с апостолов, составляющих первенствующую церковь, «Матя се, сын твой». И в этом единстве, попечении и проходил остаток земной жизни Девы Марии и ее вечное царствование на небесах в царстве Сына Своего и в отношении церкви, всегда простирающейся ее попечении. Когда Господь, отвечая на вопрос, колкий вопрос окружающих его иудеев, как ты представляешь себя кем-то великим, сыном Божьим, когда вот мать твоя и братья твои стоят неподалеку, не имея возможности к тебе подойти и кличат тебя. Не пора ли тебе вспомнить свое земное происхождение и смиряться? Господь же, ничуть не отрекаясь от причистой матери своей, обводит взглядом учеников своих и говорит, кто мать моя или кто братья мои, тот, кто исполнит волю Отца Моего Небесного. Это указание на то, что не кровное родство, не происхождение по плоти, но единство с Отцом Небесным и следование воли Его делает великой и ту, которая именуется Матерью Божией, Царицей Небесной. Когда приводится пример исповедания народам величия Божьей Матери в Евангелии от Луки, который читается как раз при всякой праздничной божественной литургии, когда совершается торжество в честь праздников богородичных или какой-нибудь из икон чудотворных, икон Божьей Матери, то сначала повествует евангелист Лука о том, как в доме Марфы и Марии одна из сестер совершала при уготовлении трапезы, а другая в это время приседя у ног Спасителя внимала глаголом его и некое раздражение Марфы о праздности Марии Господь остепеняет превозношением пути, части, которую Мария избрала и которая не отнимется от нее. Некоторые святые отцы считают, что здесь представлено два вида служения Божьей Матери. она и в совершенном внимании к Слову Божьему пребывала, потому и может быть ее образ представлен Марией, не отступающей от Господа, а при этом и величайшая земная миссия служения материнское, вскармливание младенца, Бога младенца Иисуса, как земное служение Марфы, приуготавливающей все земное необходимое для Господа, также прилично признавать за служением Богородицы. Тем не менее, вновь Господь прославляет слышащих Слово Божье и внимающих Ему и творящих по Слову Божьему, когда некая жена вас прославила Деву Марию, Матерь Божью, словами «Блаженно чрево носившая Тя, и Те та грудь, корень ты был вскормлен». И вновь Господь указывает и в этом месте на то, что как и каждому из нас, так и в отношении Богородицы есть критерий близости к Богу, который достигается, который достигается усердием, доверием, верой, любовью к Нему, исполнением Его святой воли. Так что, несомненно, Слово Господне о том, что надлежит человеку родиться от воды и духа, увещевание апостолам «идите, крестите во вся народы во имя Отца и Сына и Святаго Духа, рождая в жизнь вечную», распространяется и на Деву Марию, и она, некогда приняв святое крещение, также нуждалась в этом и теперь наслаждается всеми плодами этого небесного рождения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Игорь Негода